В Зайсанском районе на востоке страны остановлен падеж скота, сообщили ветеринары региона. Напомню, с жалобой к нашим корреспондентам обратились жители Шеликтинского сельского округа. По официальным данным, погибло больше 120 голов мелкорогатого и 12 голов крупнорогатого скота. Но сами сельчане с такой статистикой не согласны, как и с тем, что ветеринарные врачи не обнаружили опасной болезни. По предварительным результатам анализов, животные спали от острой нехватки витаминов и минералов у животных. Причиной могли стать истощенные пастбища региона, заявили специалисты. Ситуация стабилизировалась с наступлением лета. Однако жители считают, что падеж остановился временно и сейчас болезнь уже идет по второму кругу. Нет, конечно, ущерб далеко не 12 голов. Просто остальной падеж официально не зарегистрирован. А так в каждом дворе по 4-5 коров погибло. И о какой слабости скота после зимы идет речь, если у них язвы на слизистых во рту все гниет. Еще и других животных заражают. Проведено клинические исследования, проведено географические и исторические исследования. Показывает то, что основная причина падежа составила нарушение обмена веществ. Предварительное лабораторное исследование биохимического анализа крови показывает, что имеется в десятикратное уменьшение количества кальция, количества фосфора и каротина.